Я хотел бы сегодня поговорить об использовании воздуха в городе 2.0 по двум причинам. Первая причина это то, что я являюсь профессионально игроком этого рынка. Я продвигаю услуги и технику авиационную населению и различным структурам заинтересованным. И вторая причина это то, что я регулярно вижу из окна своей московской квартиры. Но вот что-то у нас не работает. Вот примерно такая же ситуация обстоит в Москве с трафиком. Мы сейчас попробуем как-то реанимировать. Во всех крупных мегаполисах мира вертолеты активно решают свои задачи. Задачи это в основном перемещение людей и экстренных служб с целью оптимизации их перемещения и минимизации влияния на равномерные потоки наземного передвижения автомобилей. В чем причина вообще проблем с трафиком? Почему возникают пробки? Во-первых, я вижу две основные причины. Следующие, что темпы развития современного города подразумевают его развитие в две стороны – вширь и ввысь. Если бы он расширялся только вширь, то количество машин в радиусе городской черты было бы пропорционально квадрату удаления от центра. Но ввиду того, что город расширяется еще и ввысь, то количество машин с определенной долей поправки пропорционально кубу удаления от центра города, что не реализуется площадью земли, свободной от застройки. Таким образом, машины рано или поздно будут столько, что непонятно, как их разместить на трассах. Это первая проблема. Вторая проблема, что возможности оптимизации трафика наземного ограничены. Можно регулировать светофорами трафик, можно какими-то другими действиями, но в результате мы упремся в то, что ничего больше сделать нельзя. И тогда на помощь приходит третье измерение, которое надо активно использовать. Весь мир давно уже взял на вооружение авиацию. Авиатакси — это самая банальная, самая интересная услуга, которую предоставляет город своему населению. С помощью этой услуги любой горожанин, у которого имеются деньги и который смотивирован куда-то доехать, он может это сделать без пробок, вообще не обращая внимания на ситуацию, происходящую внизу. Соответственно, трансфер в аэропорт из центра города будет занимать 5-7 минут. Дальше спецслужбы и VIP. Они перемещаются тоже на вертолетах. Да, наконец-то. Вот примерно то, что я вижу и то, что многие из вас видят из окна дома. О проблематике я рассказал, о том, почему это происходит, мое видение я тоже рассказал. Вот какое решение. Это над Нью-Йорком. Над Нью-Йорком, который ничуть не меньше Москвы, а может быть даже и больше, я не знаю, разрешены полеты. И если в любой момент поднять голову вверх, то вы увидите несколько вертолетов. Сейчас здесь показано, что вертолет может приземлиться где угодно, и они выполняют свою задачу. Это салон одного из видов итальянских вертолетов. Значит, вот задачи, которые выполняют вертолеты, я уже рассказал. И это не фантастика, это реальность современного мира, которую хотелось бы увидеть в каком-то времени здесь. Безопасность. Вертолет — это очень безопасное средство. Бытует мнение, что летать опасно только потому, что нам показывают по телевизору, как бьются вертолеты. Это очень фотогенично. Но на вертолете гораздо безопаснее летать, чем ездить на автомобиле. Примерно в 100 раз безопаснее, по статистике. Значит, накоплен колоссальный опыт использования вертолетов над городом, и мы просто обязаны это все использовать. Это все очень безопасно и замечательно. Значит, естественный вертолет — это не универсальная конструкция, которая закроет проблемы пробок, потому что есть ограничения по их использованию. Во-первых, это дорого. Во-вторых, все-таки он не может садиться на любой балкон и любую крышу, как это показывают в кино. А должны быть специально отведенные пространства, в рамках которых безопасно осуществлять посадку и высадку пассажиров. Но есть другие ограничения. Значит, соответственно, только вертолет в состоянии решить вопросы доставки грузов и людей в черте города, потому что он обладает рядом неоспоримых преимуществ перед другими средствами авиации. Он может вертикально взлетать и садиться, и он очень безопасен. Вот примерно так выглядит город из кабины вертолета. Это тоже Нью-Йорк. Соответственно, виды вертолетов, они подразделяются в зависимости от задач, которые решают. Есть пассажирские, которые больше всего востребованы в городе. Это Питер и Ми-8 вертолет, старый советский вертолет, который до сих пор летает. Это современная машина концерна Агусто Весланд итальянского в 12-местном исполнении. Пассажирский вертолет двухмоторный. Очень современный и востребованный во всех мегаполисах. Это вертолет компании «Белл». Как видно, открыта дверь, оттуда ведется съемка и с прямой трансляцией на телевидение. То есть в медийных целях вертолеты во всех мегаполисах используются. Это дает очень интересные возможности для трансляции каких-то событий. Это новейшая модификация вертолета «Белла Густа-609». Это вертолет нового типа, конвертоплан. Он взлетает как вертолет, и в полете у него ротора опускаются, и он летит, продолжает полет как самолет. В результате сочетаются лучшие стороны вертолета и самолета вот в этой машине. Это новейший продукт. Здесь показан тоже слева вверху новый вертолет компании «Еврокоптер» с пропульсивной тягой. Он развивает скорость больше 400 км в час, что для вертолетов редкость. Справа вверху показано прагматичное использование вертолета для тушения пожара в Москве, например. Я хотел рассказать несколько слов о том, как управлять вертолетом, но, наверное, времени совсем мало, поэтому я не буду на этом останавливаться. Вертолет — это современное устройство, которое достаточно легко управляется, но, конечно, профессиональным пилотом. Никакой фантастики нет, это не космический корабль. Все режимы полета понятны, безопасны и прогнозируемы. Недалекое будущее, которое нас ожидает, — это использование средств полета в личных целях как персональный летательный аппарат. Вот такие прототипы уже есть. Слева показан прототип, который летает. Этот прототип тоже летает, но он менее впечатляющий. Проблемы персональных летательных аппаратов есть. Они все связаны с текущим положением дел в технологиях. Одна из проблем — это недостаточная удельная надежность этих конструкций ввиду ограничений по размерам и цене. И очень большая проблема связана со сложностью выполнения полетов, потому что летать сложно — это не то, что рулить автомобиль. И требуется переложить всю эту сложность на электронику и автоматику. Пока эти процессы невозможно автоматизировать, но в ближайшем будущем они будут автоматизированы. И мы ожидаем в ближайшем будущем, что летательные аппараты для индивидуального использования будут также повсеместно распространены, как и автомобили, что очень актуально для перемещения горожан в городе 2.0. Вот такие прототипы рассматриваются и прототипирование, и идут испытания в миниатюрном исполнении, но эти схемы рабочие, и они продуваются в трубах, и в ближайшем будущем мы увидим что-то подобное. Вот такой аппарат я уже показывал. Еще вот такая интересная конструкция. Профессионалы, разработчики экспериментируют с разными схемами применения подъемной воздушной силы для того, чтобы максимально эффективно использовать эти схемы для создания индивидуальных летательных аппаратов. Так что в ближайшем будущем, я надеюсь, мы будем с вами летать на таких устройствах, так же, как ездим на автомобилях. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ